Здравствуйте, уважаемые копьячане! Мы продолжаем ответы на те вопросы, которые мне поступили в течение последнего месяца. Вот такой вопрос. Какой идеологии вы придерживаетесь? Ну что можно сказать? Я был член Коммунистической партии Советского Союза, член Коммунистической партии Российской Федерации. Я не из тех людей, которые перебываются на ходу. Но должен сказать следующее, что Сапама по себе коммунистическая идеология, она правильная в описании событий, в анализе этих событий, в диалектическом подходе. Но, к сожалению, Маркс не критически заимствовал из христианства, а христианство из иудаизма, идею коммунизма, которую вряд ли можно признать реальной. Вот идея социализма, да, это реальная идея. И вот социализм – это то, к чему стремятся очень и очень многие народы. И если подойти с точки зрения идей социальной справедливости, того социального государства, о котором написано у нас в Конституции, но которого нет, к сожалению, пока, то надо признать, что идея социализма – это реальная. Социализм практически уже существует в Швеции, в Норвегии, в Швейцарии, в других странах, где люди социально очень сильно защищены. Поэтому, какая идеология? Вот опыт истории показал следующее, что наши обвинения со стороны КПСС, руководства КПСС, социал-демократических партий в том, что они являются ревизионистами, что они ревизию проводят основных марксистских положений, что они служат интересам буржуазии, что они социалистической окраской, но наймиты буржуазные идеологии. Вы знаете, это не подтверждается практикой. Социалистические и социал-демократические партии почти во всех странах побывали у власти. И там, где они были, там были продвинуты. И налогообложение в сторону прогрессивности, перераспределение огромных доходов через бюджет в пользу малоимущих. Там осуществлена социальная защита людей, там бесплатное образование, бесплатное здравоохранение. Очень многие вещи бесплатные. И сейчас, если посмотреть на цивилизованные европейские страны, то в Англии бесплатное здравоохранение, во Франции бесплатное. Образование то же самое. Вы понимаете, что мы в этом отношении, особенно сейчас, очень сильно отстаем от Запада в отношении социальной защищенности людей. Поэтому, я думаю, что даже Коммунистическая партия Российской Федерации, она сейчас перешла практически на позиции социал-демократизма. Вы думаете, что Зюганов коммунист? Нет. Настоящие коммунисты, они не признают частной собственности. Совершенно. Зюганов и руководство КПРФ вынуждены признать, что частная собственность имеет место быть, и она является мобильной и может удовлетворять интересы трудящихся. Мобильно, в отличие от государственных предприятий, удовлетворять. Хотя командной высоты экономики в лице крупной промышленности, они, конечно, должны быть национализированы и должны принадлежать государству. Это мелкий бизнес, может и должен быть, но это типичная социал-демократическая идеология. То есть Коммунистическая партия Российской Федерации практически перешла на позиции социал-демократизма. Но это разумно, потому что уже идея коммунизма, она показала свою несостоятельность. И даже там, где коммунистическая партия находится у власти, в Китае, во Вьетнаме, там они тоже уже практически ввели какую-то часть экономики, отдали под частную собственность. И они фактически проводят социал-демократическую политику. История подтвердила успешность этой политики. А то, что политика коммунизма, к сожалению, оказалась несостоятельной, ну, очень жаль, но, к сожалению, это так. Социализм. Вот что должно быть. И этого я лично придерживаюсь. Теперь поступил такой вопрос. Какая борьба развернулась в партии, политическая борьба, после смерти Сталина? Прежде чем говорить о том, что было после смерти Сталина, надо сказать, что было еще при жизни Сталина после войны. Потому что после войны усилились такие тенденции, которые стали вызывать беспокойство Сталина. Во-первых, усилились стремления сделать нашу страну такой же успешной по уровню жизни, какой являлась Европа, которую наши воины увидели, когда там побывали. Поэтому Сталина стали особенно беспокоить космополитические тенденции, особенно в среде идеологии, в среде интеллигенции, в среде научного мира. Вот почему при Сталине проводились постоянные дискуссии о языкознании, по экономике, по философии дискуссии. Для того, чтобы как-то направить в сторону научного коммунизма, в сторону марксизма, интеллигенции. Но Сталин опасался и борьбы против своей личной власти. А ведь борьба между группировками началась еще при жизни Сталина. Какая группировка войдет в доверие к Сталину, укрепить свои позиции, чтобы потом занять господствующее положение в руководстве? Это было две группировки. Так вот, одна группа ленинградская во главе со Ждановым, Жданов, Вознесенский, Косыгин, Родионов, все это руководители Советского Союза, которые вышли из Ленинграда. И вторая группа – это Берия, это Маленков, которые вокруг себя сгруппировали таких людей, как Хрущев и некоторые министры нашего правительства. Вот между ними шла борьба постоянно. Причем в фаворе у Сталина, пока жив был Жданов, находилась именно ленинградская группа. Но когда Жданов умер, а ленинградцы допустили оплошность, стали агитировать за то, чтобы Ленинград стал центром Российской Федерации, столицей, Москва только столицей Союза оставалась. Когда они стали агитировать за то, чтобы была Российская Федерация в качестве самостоятельной республики и была самостоятельная коммунистическая партия Российской Федерации, то Сталин увидел в этом ошибку, увидел в этом опасность развала Советского Союза. И ленинградская группа была отстранена от власти, а затем судимы и расстреляны большинству. Вот так при жизни Сталина уже началась борьба за будущую власть. Сталин очень не доверял еврейскому населению. Отсюда то, о чём я уже повторять не буду, но о чём раньше говорил. Отсюда ограничение прав еврейского населения, некоторый антисемитизм, хотя он был неофициальным. Отсюда такие вещи, например, как борьба с космополитизмом, такие вещи, как разоблачение врачей-евреев. Ну нельзя это было делать, ну нельзя. Но тем не менее Сталин, не доверяя, решил под чувство патриотизма именно вот на антиеврейской политике построить. Потому что он считал, что еврейское население не является патриотами своей страны. Они действительно спорадически вошли в культуру России, но они своей родиной считают Палестину. И некоторые деятели культуры, к сожалению, такие как Илья Иренбург, давали основания для этого. Илья Иренбург считал себя гражданином мира. Он должен был в первую очередь быть патриотом нашей страны. Вот почему вот эта борьба, этот частичный антисемитизм в нашей стране, но неофициально, еще раз подчеркиваю, официально это ничего не проводилось. Проводилось неофициальное ограничение прав еврейского населения, особенно занимать государственные и партийные должности. Так вот, вот все это привело, это уже заключительный этап борьбы за будущую власть при жизни Сталина. А когда Сталин умер, то посты были распределены так, что во главе правительства не стал ни Молотов сильный, ни Берия тоже сильный. Мы поделили между собой внешние и внутренние проблемы. А кого сделали? Сделали Маленкова, человека, которого двигал Сталин, который делал отчетный доклад ЦК на 19-м съезде партии, человека, который был слабее гораздо, чем эти люди, чем Берия и чем Молотов. Но это было компромиссной фигурой. И первые, на кого обрушились потом, это на Берия, потому что Берия был наиболее умный человек в руководстве. Он предлагал те мероприятия, которые потом осуществили, но которые в то время казались дикими мероприятиями. Помириться с Югославией, значит, сделать Германию не социалистической, восточную Германию, сделать всю Германию нейтральной, при условии, что Западная Германия тоже станет нейтральной страной. Он выступил против критики культа личности, вернее, против культа личности. Он первый начал критику Сталина, но в такой замаскированной форме, не называя имя Сталина. Но он представлял опасность для всех. Вот почему был организован заговор, о котором я подробно уже рассказывал в одной из передач. И в результате этого заговора, ничего не ожидавший Берия, такого коварства и такой, честно говоря, бандитской расправы со стороны руководителей партии государства того времени, когда он, ничего не подозревая, прибыл на заседание президиума правительства, а по некоторым данным на заседание президиума ЦК КПСС, и был арестован. Ему придавили претензии, которые как снег на голову. И он был расстрелян. Споры только идут, был суд или не был суд, его заранее расстреляли. Ну, а потом оклеветали, сведя все к тому, что у него было много женщин, и он достоин был такой меры наказания. Были они или не были, это вопрос такой, который, честно говоря, на пленуме ЦК КПСС, который потом оправдывал эти действия, задним числом, так сказать, оформил исключение Берии из партии, когда руководители партии занимаются вопросом о том, сколько у него было женщин, и как он при якобы жене, находящейся в доме, приводил к себе любовницы, как их на улице ловили. Честно говоря, в это верить, на мой взгляд, нельзя. Ну, были, конечно, были. У него была дочь, и он потом сыну сказал своему, Сергею Берия, что у тебя есть сестра. Да, была. Но если смотреть на мужчин, на руководителей, у кого их не было, то это можно очень-очень редко найти такое. Ну, а для членов Политбюро, как тогда члены Президиума ЦК называлось, рыться вот в этом, в личных, так сказать, моментах, и в том числе и клевету наводить на Берия в этом отношении. Да, женщины были, были. Но это не солидно. Берия был серьезный политический деятель, имевший огромные заслуги перед государством, в частности, его заслуга в том, что мы создали атомную бомбу. Честно говоря, это не совсем было хорошо. Но! Когда с Берией расправились, тогда возобновилась борьба за власть. Эта борьба уже шла между Хрущевым, который стал первым секретарем ЦК КПСС, Маленковым. Ему пришлось уйти Маленкову. Хрущев одержал победу. А потом между Хрущевым и нашим правительством, а именно Молотовым, Кагановичем, Маленковым, который остался членом политбюро, членом президиума ЦК, как в то время называли, и министром электростанции был. И заместителем главы правительства. Поэтому надо быть... Ну, в основном, конечно, он министром электростанции стал. Надо быть объективным в этом плане и сказать, что члены правительства подметили волонтаристские решения Хрущева. В частности, ЦИЛИНА, в частности, сокращение вооруженных сил, значит, установление связей со всеми оппозиционными партиями, расширение иностранной помощи, помощи иностранным государствам, которые подрывали нашу экономику. Они выступили в 1957 году, но потерпели поражение, потому что такой член верховного руководства, как министр обороны Жуков, поддержал Хрущева в этой борьбе. Но чего Хрущев простить ему не мог. И пытаясь сохранить свою власть, и не доверяя Жукову, он добился отстранения Жукова от власти. Вот такая политическая борьба шла после смерти Сталина. Ну, а потом новый заговор и возглавляемый Брежневым, Шелепиным и Хрущева, удалось убрать, убрать тихо и спокойно. Чего, к сожалению, не смогли сделать ГКЧП, и также тихо и спокойно убрать Горбачева и убрать Ельцина. Вот такая политическая борьба. Вы знаете, товарищи, вот я говорил как-то, что политика настолько грязное дело, где никаких законов нравственности, принципов нравственности не существует. Существует только учет баланса силы. Поэтому в политике, кто сильный, тот и прав. Важно завоевать власть. Любыми путями, самыми несправедливыми, самыми низменными путями. А потом найдется сотня юристов и тысячи юристов, которые докажут, что это надо было сделать, и прав будет победитель. А победителя не судят. Судят, конечно, в истории судят. Но это уже судят после смерти победителя. Следующий вопрос. О глобализации рассказать. Ну, товарищи, тут можно много говорить. Если кратко говорить, то глобализация это объективная тенденция, объективный процесс. Потому что мир сближается. Но сближаясь, мир в то же время и расходится. Потому что народы стремятся сохранить свою культуру. Но сохраняя свою культуру, они одновременно, они интернациональные некоторые ноты переносят свою культуру. И доминирующей здесь является европейская культура. И вот, товарищи, наиболее сопротивление большое оказывает мусульманская религия. Вот этой глобализации. Почему? Потому что вот этот объективный процесс глобализации, а именно создание транснациональных корпораций, сближение различных экономик, различных стран между собой, создание единой финансовой системы, когда можно деньги перебросить с одного континента на другой за одну минуту, а может и того меньше. И вот все это привело к тому, что Соединенные Штаты Америки, как наиболее мощная экономическая страна, стали доминировать в процессе глобализации. И они решили поставить глобализацию на службу себе, на службу своим американским интересам. И под предлогом глобализации они стремятся насадить свой образ жизни, так называемую демократию, чтобы к власти пришли в качестве демократов те люди, которые положительно относятся к Соединенным Штатам и которые дадут возможность американским транснациональным фирмам иметь большие привилегии в различных странах. То есть они используют это в своих целях абсолютно. Они сейчас стремятся истощить Российскую Федерацию и добиться того, чтобы Украина в этой борьбе одержала победу только для того, чтобы под предлогом глобализации завладеть национальными богатствами Сибири. Российскими национальными богатствами, которые сосредоточены в Сибири. Вот почему как только проходит встреча руководителей крупных государств, она проходит почти ежегодно, так противники глобализации всегда появляются и устраивают шумные демонстрации там, где проходит это совещание. Антиглобалистские демонстрации. Но на уровне цивилизационном, конечно, против этого выступают прежде всего исламские страны. А мы от этой глобализации терпим только одни убытки. Я уже приводил один пример, когда в Конституционном суде, когда слушался вопрос о делу КПСС, и бывшие члены советского руководства и КПСС призывались в качестве свидетелей, все, мне пришлось разговаривать с бывшим председателем Совета Министров СССР Рыжковым, который сказал следующее, куда эти дураки, он прямо так и сказал, куда они, имея в виду правительство Российской Федерации, куда они лезут в международную торговую организацию, с чем мы туда придем, с лесом, с нефтью, то есть мы станем страной с колониальной экономикой, поэтому, он тогда все это прекрасно понимал, он выступал фактически против так называемой глобализации, в которую мы сунулись, зачем, непонятно, вышли мы сейчас уже из этой конторы, оплатили много денег туда в качестве членских сносов, зачем, для того, чтобы нас постоянно рассматривали как колониальную страну, поэтому глобализация для нас сейчас имеет огромное отрицательное значение, но товарищи, уклониться от глобализации совсем, мы не можем, все-таки это процесс объективный, мир сближается, особенно большую роль в этом играет интернет, мир сближается и никуда от этого не денешься, нам надо только к минимуму свести те отрицательные моменты, которые влечет за собой глобализация, следующий вопрос, но я боюсь, что у нас не хватит времени, могу только кратко сказать, расскажите об Александре Первом, правда ли, что он не умер в 1825 году, еще долго жил, товарищи, есть такая легенда, есть такая легенда, что Александр Первый, которого мучила все время совесть за то, что он не предотвратил убийство отца Павла Первого, что он дал согласие на отстранение его от власти, но при условии, что ни один волос с его головы не упадет, а когда заговорщики пришли, и когда Павел Первый отказался подписывать акт об отречении, он был убит, убит был заговорщиками, а Александр Первый, то есть будущий Первый, просто Александр, как наследник престола, вместе со своим братом ждали сообщения, когда придут и скажут, что отстранен отец от власти, но когда пришли заговорщики, и Александр понял, что отца убили, он впал в истерику, долго Россия жила без царя, он отказывался принять престол, наконец его уговорили, но Россия мировая держава, она не может быть без руководства, он принял, управлял Россией, он вошел в историю под прозвищем Александр Благословенный, потому что в его царствовании было изгнание Наполеона из России, и вот, товарищи, после окончательного поражения Наполеона, и ссылки его на остров Святой Елены, посередине Атлантического океана, Александр Первый стал играть решающую роль в политической жизни Европы, это был талантливейший, хитрый дипломат, он играл большую роль, но он не мог усидеть на одном месте, он все время переезжал, новые впечатления, с одного места на другое, тень погибшего отца мучила его, поэтому появилась такая легенда, что умер не он в Таганроге, а что умер, похоронили какого-то человека, и в это время в Сибири появился один старец в простой крестьянской одежде, полицейским урядникам было дано задание уважать этого человека, не досаждать ему, который поразительно был похож на Александра, причем прекрасно владел французским языком, великолепно знал историю, знал манеры поведения, и у самого были культурнейшие манеры поведения, человеком, к которому приезжали знаменитости из нашей страны, в том числе и наследник будущего престола Александр Второй, это был человек, который знал такие детали и войны с Наполеоном, и такие детали придворной жизни, которые никто не мог знать, он долго жил, обучал сибирских детей, молился, замаливал свои грехи, и когда он умер, он был похоронен в Сибири, вот, и есть такое мнение, что вместо него был похоронен в Петропавловском соборе Петербурга другой человек в царской усыпальнице, вот, но, или там никого не было, во всяком случае, ленинградские историки в период советской власти обращались с просьбой, разрешите вскрыть могилу, посмотреть, это прольет свет на историю, действительно, Александр умер или он не умер, он отрекся от престола, гонимый совестью своей, угрызениями совести за погибшего отца, он видел свою вину в этом, но не разрешили это делать, но когда он умер, то его могилы не осталось, не осталось, есть такое подозрение, что либо временно был похоронен другой человек в этой могиле, либо никто не был похоронен, абсолютно, вот, и потом тайно перевезли прах Александра I и захоронили его царской усыпальнице в Петропавловском соборе Петербурга. Вот эта легенда, она до сих пор живет. Было это или не было, так это или не так, правда это или не правда, это интереснейший момент нашей отечественной истории, но ответа на него пока нет. Но все те, кто описал встречи, все те солдаты сибирские, которые потом вернулись на родину и которые видели Александра, когда парады проходили, они, когда видели вот этого старца Федора Кузьмича, они падали в обморок с возгласами государь-император. Поэтому в истории эта легенда считается очень и очень правдоподобна. И неплохо, конечно, было бы с точки зрения исторической науки знать, действительно это было так или это еще какие-то фантазии, которые были к этому факту народной молвой присоединены. Но во всяком случае, легенда это очень живучая, и многие историки придерживаются ее, что это действительно имело место быть. Вот, товарищи, все полчаса истекает, все вопросы я предельно кратко осветил, некоторые осветил повторно. В последующих передачах присылайте, пожалуйста, такие вопросы на НСИД ТВ по телефону 39 56. Я постараюсь на них ответить, потому что я понял так, что в Копейске есть достаточно людей, которые интересуются историей. А история это основа основа самосознания людей, которые себя идентифицируют с определенным народом. И во всяком случае, решение главной задачи патриотизма в отношении молодого поколения сейчас, главной государственной задачи невозможно без опоры на исторические знания и на то, чтобы гордиться теми боевыми подвигами и теми результатами, которые имеет наш народ на протяжении своей более чем тысячелетней истории. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова